Не хочется верить, что вам платят за участие в фарсе выборов 2011, но ничего не поделаешь. Ничего мне за это не платят. Ну да, это не настоящие выборы. Но они не настоящие. Почему? Потому что у вас придет 20%, а остальное допишут. А если придет 70% или 60%, вот 65% придет, яблоко 12% получит. Вот как хотите. Фарс, не фарс. Да знаю я все про эти выборы. Но только жизнь вот такая. Это такая процедура. Придет 65-70%, один будет результат. А не придет, другой. И у Единой России точно так же. Никто не придет, там 20% придет, у нее будет опять 60%, она будет доминировать. Будем вот так жить, как живем. А придет 65-70%, она не будет доминировать. Будут и другие голоса слышны. Поэтому это фарс, в том числе и потому, что никто ходить на это не может. И они в этом заинтересованы. В том, чтобы никто не ходил. Вот в Твиттере. Абадон. Ну и так далее. Григорий Алексеевич, есть ли, по вашему мнению, выход из сложившейся ситуации, учитывая, что мы живем в авторитарном обществе. Ну, сразу все сделать нельзя. Но что нужно делать, понятно. Вот чтобы появился выход, и чтобы пройти эту дорогу от начала до конца, пока что нужно было бы, чтобы много людей пришло на выборы. Ну, вот я все время это повторяю, а что еще могу я сейчас сказать? Иначе ничего не изменишь. Вот будете сегодня наблюдать действия такого съезда Единой России. Ну, разве вы не понимаете, что только если весь народ придет и проголосует, а он проголосует правильно, не сомневайтесь, тогда появится выход. А что конкретно нужно будет делать, это мы с вами знаем. Это мы правда разберемся. Вы посмотрите, вот я стал больше заглядывать в живой журнал, в другие информационные ресурсы, то, что в сети есть. Там столько умных людей. Там же вовсе не только матеряться и всякую там порнуку разводят, а там же очень много толковых людей. Мы все задачи сможем решить, но их можно решить только когда народ вас поддерживает. Он хочет чего-то. Вот это и надо показать, это и есть выход. Какая наивность? Питерские выборы Матвиенко вам ничего не говорят? А, это уже другая тема. Это то, что я участвую в Питере в выборах. Да мне все выборы обо всем говорят. Я только вам хочу еще сказать. Поскольку я занимаюсь выборами уже 20 с лишним лет, я вам хочу сказать две вещи. Первое. Придете в массовом порядке на выборы, результаты будут другие. Если явка будет 70%, то яблоко будет не меньше 12%. А в Питере до 18%. Это первое. Второе. Смотрите, если каждый из вас придет на выборы, то от того, что он пришел на выборы, он уже сделал два дела. Он, во-первых, сам проголосовал, а во-вторых, не дал использовать свой биллитей для фальсификации. Уже два, считай, человека. А если каждый из вас еще и приведет всю свою семью, и еще хотя бы трех-четырех человек, одноклассников, друзей, соседей, все, все. Урок будет всем властям такой, что мало не покажется. Но ведь неправильно пытаться чего-то добиться таким способом, что толпы людей будут собираться там и драться с ОМОНом в то время, когда пока еще есть возможность, чтобы 70 или еще больше процентов людей пришли на выборы. И таким образом доказали, что они думают. И про ту, какая политика проводится, и что делает партия власти, и кого они хотят поддержать, и в чем они видят альтернативу и так далее. Но ведь неправильно. Но ведь неправильно. Понятно, что дерутся люди с ОМОНом тогда, когда нет возможности выразить себя через голосование, через выборы. Даже через такие. Тогда это неизбежно. Ну, зачем же одно менять на другое, тем более, что это другое совершенно нормальным образом, я имею в виду выбор, может привести к изменению ситуации. Не полностью, но в значительной степени. Вот все мои рассуждения. Какая же тут наивность? Я уж не знаю, у кого здесь наивность. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok